Самую последнюю информацию по COVID-19 в Узбекистане обобщил обзор программы. По данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане количество инфицированных коронавирусом достигло 1778 человек. В 598 случаях заболевание закончилось выздоровлением 8 летальным исходом. Согласно информации руководства научно-исследовательского института вирусологии, из 95 пациентов, находящихся в клинике данного института, у 30 пациентов наблюдается клиника пневмонии. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, состояние одного из них как крайне тяжелое. Согласно информации, полученной от руководства научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, из 66 пациентов, находящихся в клинике данного института, состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Согласно информации руководства многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии, из 145 пациентов, находящихся в данной клинике, у 45 пациентов наблюдается клиника пневмонии. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, состояние одного из них как крайне тяжелое. Я бы хотел особо отметить труд медицинских работников профилактического направления. В частности, сотрудников лабораторной службы, которые круглосуточно, оставаясь на рабочем месте, проводят лабораторные исследования. Эпидемиологов, которые осуществляют расследование каждого случая, ищут контактных лиц для того, чтобы своевременно изолировать очаг инфекции. Дезинфекторов, занимающихся заключительной и текущей дезинфекцией, а также сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющих надзор за соблюдением карантинных мероприятий. Хочется отметить заслугу многих отраслей, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Благодаря совместной работе всех тех, кто вовлечен в мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции, у нас не допускается широкого распространения коронавирусной инфекции. Мы должны все это помнить и достойно оценить. Но вместе с этим хотели бы сказать, что вы, оставаясь дома, соблюдая все требования карантина, поможете тем, кто в этот процесс вовлечен. Оставайтесь дома.